Самарское урочище Нагорная дача Деревья непородистые, дубов, к примеру, там не видел. Да, он загажен по краям, примыкающим к жилью, но в целом общее впечатление нормальное. Раньше в этом лесу лоси бегали, а сейчас только ежики остались, хотя, я считаю, и это тоже неплохо, пишет блогер. Блогер Вадим Кондратьев побывал на горе Верблюд. Она расположена в Жигулевских горах недалеко от села Ширяева, между Ширяевскими и Козьим Аврагами. Протяженность горы вдоль Волги составляет около 4 километров, наивысшая точка 326 метров. От вершины до подножия гора состоит из мощных палеозойских пород, известняков и доломитов. Само название Верблюд гора появилось относительно недавно, в советское время, а ранее это место называлось Козьи Рожки. Многие десятилетия здесь добывали известняк путем разработки Штолин. Вскоре скалы, напоминающие рога козы, были взорваны, и теперь мы можем увидеть, как они выглядели только на старых дореволюционных фотографиях. В группе «Общественный транспорт 63» соцсети ВКонтакте рассказали, что Самару опять атакуют черви. На улице Старозагора примерно в 15.00 провалился асфальт под коресом автобуса 37 маршрута. Из пассажиров вроде никто не пострадал. Однако ДТП спровоцировало огромную пробку. Субтитры создавал DimaTorzok